всем привет сейчас ходила в свой курятник у курицы какая-то опухоль на лапе пришлось мне ее брать смотреть что такое что там у нее случилось с лапой и курь курица ну и все куры у меня от моего так сказать не запланированного визита испытали стресс вот насколько сильный стресс пока мне рано судить но посмотрю в ближайшее время и на как бы в этой связи хотелось бы мне порассуждать о значении стресса для кур наш петушочек сидит красавчик ну в связи с тем что кур такая очень подвижная нервная система они достаточно подвержены влиянию различных всяких раздражителей других внешних факторов которые оказывают воздействие на их так сказать эмоциональное состояние и на нервную систему в принципе также связи с тем что птицы ну наверное как и другие животные у них очень здорово развито привыкание к монотонному ритму да к режиму жизни к распорядку дня там к температуре и ко всем другим факторам то есть у них наблюдается склонность к привыканию то любая даже как бы казалось бы незначительная перемена или незначительный незначительное отклонение в ту или иную сторону на них оказывает серьезное влияние даже если это перемена направлена на улучшение качества их жизни до качества показатель продуктивности и так далее то есть курицы куры реагируют на все очень серьезно это в моем понимании называется стресс стрессовой ситуации вот ну какие могут быть что может вызвать стрессовую ситуацию как говорится в мозгах у курицы ну во первых это конечно скачки температурного режима больше чем ну как я считаю больше чем на 7-10 градусов ту или иную сторону уже у курицы вызывает стресс постоянное изменение процессов кормления да то есть если у вас нет определенного времени определенного как говорится ритуала кормления то есть постоянно что-то разное курица постоянно будет испытывать стресс таком случае также какие-то вы вводите новые условия содержания да что-то меняете тоже как бы вызывает у них стресс но также стресс вызывает это подселение новых кур до их как утверждение становления в куриной стаи да это тоже для курицы стресс она первое время угнетенная в таком загнанном состоянии находится также стрессовая ситуация считается когда курам тесно когда недостаток площади тоже куры испытывают стресс ну и самый сильный и самый как бы сказать по влиянию на курицу да самый то есть что человек сразу замечает это конечно же испуг паника для курицы может обернуться летальным даже исходом ну какие признаки того что птица стрессует до что она испытывает стресс ну у нее пропадает аппетит когда сильный стресс она вообще может отказаться от еды при этом она усиленно пьет воду как бы вот это прям показатель сразу же у нее снижается яйценоскость при сильном испуге она прекращается вообще им яйценоскость то есть курица перестает нестись вообще ну от того что она хуже кушает соответственно она теряет массу тела худеет у нее угнетенное такое состояние у курицы и как я уже сказала сильный стресс вызывает у кур может вызвать у кур даже гибель вот они мою кумушки сидят здравствуйте здравствуйте выходите да 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 так ну вот стресс курица испытывает когда ее перевозят на другое место жительства то есть это стресс курицы будет всегда при перевозке то есть и поэтому при на первых порах да когда вы привезли курицу новую купили да она у вас недели две точно не будет нестись ну недели две то это для того чтобы она успокоилась ей нужно время и для того чтобы сформировалась яйцо и сегодня поэтому она не будет нестись также стрессует птица от резкого изменения содержания да когда нарушается режим питания как я уже сказала световой режим также точно нарушается резко причем то есть не плавно день до уменьшается да а именно когда резко допустим вас горела лампочка в курятнике она перегорела а вы сразу этого не заметили а птица уже успела получить стресс вот при повышении плотности посадки стресс выражается в чем ну куры становятся агрессивные у них частенько начинается расклев как расклев друг друга до каннибализм да также они могут начать клевать свои яйца то есть это при плотной посадке также большим раздражителем для кур является вот я про свет сказала да когда он сильно яркий то сильно яркий раздражающий свет также может являться фактором вызывающим стресс у курицы у меня свет дневной не яркий такой бело-желтый такой в синий цвет я не ухожу то есть все равно нейтральную предпочитаю придерживаться нейтральный цветовой как говорится спектр также когда вы проводите какие-то работы ремонтные да ну что там в курятнике вы что-то делаете или там где-то на даче постоянно кто-то что-то колотит да где-то что-то какие-то станок работает да или косилка допустим до траву косите то есть от резкого шума у курицы тоже начинается паническое состояние то есть от испуга курица испытывает самый сильный стресс то есть когда она пугается вот это для нее самый сильный стресс который чреват самыми серьезными последствиями то есть птица начинает может там кидаться на прутье бегать панически там что-то такое то есть это но показывает то что она сильно боится то есть вот такой испуг вот таких ситуаций лучше конечно избегать и сделать по минимуму свести риск возникновения подобных ситуаций также в деревнях частенько возникают такие ситуации но в деревнях сельской местности когда могут забежать на территорию посторонние собаки да то есть но свои собаки как бы знают своих кур да да и куры к ним уже привыкли и особого стресса не вызывают но когда забегают посторонние собаки то курица испытывает очень сильный испуг для нее это стрессовая ситуация и как следствие она перестает нестись вот ну прекращение ей ценой яйцекладки до яйца несения является конечно основным последствием стресса то есть вот и чем сильнее был испуг как мне кажется чем сильнее и дольше и продолжительнее до эта ситуация тем дольше курица будет восстанавливаться тем дольше то есть понимать чем дольше курица не несется то есть обратно то есть реакция да чем дольше она не несется значит тем сильнее она испытала стресс и вообще стрессовые постоянные стрессовые ситуации курицы способствует снижению иммунитета и возникновению различных заболеваний то есть когда иммунитет снижается соответственно курица восприимчиво становится разным инфекциям то есть вот это тоже хорошо показывает влияние стресса ну допустим вот мы поняли да что курица у нас испытала стресс да как же нужно ну так скажем лечить курицу от последствий испытанного ею стресса ну во первых нужно понять для себя что вызвало стресс сильный у курицы да ну если допустим ты перевез курицу до новую ты уже сам понимаешь что послужило причиной стресса допустим если проводили работы какие-то ты уже тоже должен понять сильная жара как бы ну это понятно да что это стресс то есть нужно понять какой фактор основной повлиял на курицу и попытаться конечно этот фактор по максимуму ну если устранить совсем не получат по крайней мере свести к минимуму да то есть как-то постараться его уменьшить вот также курица должна получать при восстановительном этапе сбалансированное питание то есть но это понятно да также больной человек при выздоровлении должен хорошо питаться также самое курица полноценные витамины белковые если допустим у курицы случился каннибализм вследствие плотной посадки тут вообще нужно усиленное белковое питание да понятно очень хорошо влияет на устранение ну лечение так скажем последствий стресса применение пробиотиков я пробиотиками пользуюсь уже давно и заметила их отличное влияние на организм курицы даже когда вот новая курица у меня есть ролик как мы молодых купили я им давала пребиотик то есть это прямо очень хорошее средство организм курицы входит в норму быстро и как говорится а когда организм хорошо работает то и курица себя начинает хорошо чувствовать она успокаивается вот вот значит что касается моей сегодняшней ситуации да когда я вынуждена была зайти и взять курицу и чтобы обследовать у нее лапу ну надеюсь этот стресс во первых он был кратковременный во вторых я надеюсь что он не вызовет достаточно таких серьезных длительных последствий все таки но во первых куры меня знают курица мне далась достаточно легко вот ну посмотрим посмотрим хотя я заметила что заметила что все стадо все-таки испытала испуг это я заметила конечно когда берешь курицу они всегда всегда куры боятся пугаются вот значит вот такое у меня сегодня будет было видео считаю достаточно актуально эту тему влияние стрессовых факторов конечно мы полностью на сто процентов не можем избежать стресса для кур потому что все таки мы как-то с ними контактируем да и не всегда они этого хотят поэтому вот 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 такая у меня сегодня тема была всем кому было интересно ставьте мне лайк подписывайтесь на меня задавайте вопросы всем всего хорошего здоровья всем пока